МОМЕНТ ИСТИНЫ На самом деле, миллионеров в Москве как минимум в 3, а то и в 4 раза больше. Но это Москва. А кто в регионах? На самом деле, оставаясь всякий раз в тени, вот есть имена 20, допустим, 20 олигархов, они у всех на слуху, Абрамович, Потанин, Евтушенков. Есть люди, обладающие в том числе и десятками миллиардов долларов, десятками миллиардов долларов, я отвечаю за свои слова, имена которых не знает никто. Они все время в тени. Они заседают в президиуме. Вот по ним, правда, не скажешь, что это миллиардеры. Такой замечательный персонаж, как господин Корейко Уильфа и Петрова, мог родиться, согласитесь, только на просторах нашей державы. Когда вся жизнь как бы по боку. А деньги украдены, огромные деньги, и они где-то тихо лежат. У кого в чулках миллиарды долларов, об этом мы говорим. У кого, кто поумнее за границей, работают по 2-3% годовых, не больше. Когда наши господа миллиардеры будут тратить свои деньги, не знает никто, они сами этого тоже не знают. Так все-таки кто по факту в наших регионах действительно владеет сегодня крупнейшими и для этих регионов, скажем, Иркутская область, и для страны, для Сибири, комбинатами, заводами, объединениями. Кто сильнее сегодня в той же Иркутской области? Счетная палата или реальные владельцы, скажем, саянского химического производства, один из самых, самых серьезных комбинатов на территории нашей страны химическое предприятие? Кто сильнее? Счетная палата или владельцы? Комбинат. Интересный вопрос. И уж тем более, я думаю, будет интересным ответ. По сути дела, все началось с того, что когда прошла там проверка счетной палаты, это город специально построен под химкомбинат. Сколько людей работало на химпроме? Ну, конечно, тысячи. Огромные? Конечно. Огромные предприятия. Это образующие предприятия города. Что выявила счетная палата? То, что большие нарушения происходили при приватизации вот этого периода. Это какой год? Девяносто восьмой год. Вот здесь вот начинается вся эта картина. Кто из чиновников был за этими всеми? Там ведь занимался генеральный директор. Это непосредственно его участие. Это нынешний? Председатель законодательного собрания области. Области, да. Он был директором? Он был генеральным директором. То есть вы предполагаете, что все эти нарушения жуткие, хищение, все было принято? Вообще процесс акционирования, как установила счетная палата Российской Федерации, переведен совершенно со всеми нарушениями. Это же уголовная статья. Совершенно верно. Создавали дочки, в которые переводились в основном активы. В Сен-Химпроме как бы оставлялись очень мало активов, не переводились в дочерные предприятия. Дочерные предприятия начинали с премию работы, а в Сен-Химпроме осталось на убытках, и там даже преднамеренное подведение в банкротство. Это что многие депутаты областных законодательных собраний, включая и председатели областных собраний, являются подлинными хозяевами наших предположений. Мы всегда работаем в режиме предположений. Конечно, чтобы они потом по судам не бегали. Являются подлинными хозяевами тех или иных крупнейших предприятий, тех или иных регионов. Это ни для кого не новости. Читаю интервью первого заместителя министра внутренних дел нашей страны в московском комсомольце. В марте этого года в Тверской области сотрудниками УОП задержаны за взятки участники организованной группы, возглавляемой председателем Тверской городской думы Почтарева. Участники организованной преступной группы ОПГ. В нее входили зампред Гордумы Жгутов, депутаты и бизнесмены. Председатель городской думы во главе организованной преступной группировки. Так в пробросе сказано, ну как вот само собой разумеется, ну боже мой, кто ж. Так обыденно как-то, вроде как мы все об этом знаем. В любой цивилизованной стране, да, вот такой абзац, один абзац в интервью. Взорвется вся страна. А почему? Мы что, привыкли? Потому что идут, надеясь, получить депутатскую неприкосновенность в целях обеспечения безопасности бизнеса. Таким образом, правильно заместитель министра внутренних дел называет это организованной преступной группой. Потому что все происходит по предварительному сговору. Все все знают и действуют против интересов людей, которые их же и поддержали. Городская дума. Добрый день. Здравствуйте. Почтарев Виктор Анатольевич уволен, да, или сам ушел? Он писал заявление. Нет. Он не уволен и не уходил. Под следствием находится. То есть как, он по-прежнему исполняет обязанности председателя городской думы? Масиевский сейчас исполняет обязанности председателя городской думы. А Почтарев является председателем? Да. Тверской городской думы? Да. Он под следствием, я же вам говорю. Ну, под следствием можно быть на свободе, а можно быть в тюрьме. Нет. За решеткой. Он за решеткой, да? Но все равно он формально, даже не формально, у него статус председателя Тверской городской думы. Его никто не снимал с должности. Никто не снимал с должности? Ожидал, да. А давно он в тюрьме? С 15 марта. И в тюрьме исполняет обязанности председателя Тверской городской думы. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Так по закону? Может быть и по закону, но не по совести это точно, не по правилам человеческого бытия это точно. Коррупция в нашем отечестве стала такой обыденностью, таким привычным делом. А что он там взял, да? Мы живем по Некрасову. Бечуя маленьких воришек, для удовольствия больших являл я дерзость и излишек, и похвалой гордился их. Борис, я предполагаю, что и областная прокуратура, Тверь маленький город на самом деле, маленький. Слухи ходят по городу, что даже если и будет суд, то вот эту оргпреступную группировку, ее представители и председатели думы, им ничего не грозит. Ну там взятка, чего там грозит? Взятка сажать у нас никого нету, желания их, уж дело все это, как сказать, выдохлось. А почему выдохлось, если взятка была? Крупная взятка? Тысячи, по две тысячи долларов они схватили. Они, это он и его заместитель? Ну он организовал там, он и заместитель, и 15 депутатов. Тысяча, две тысячи, у кого сколько? Ну это то, что вы доказали, да? Да. Но прокуратура не будет настаивать на обвинительном приговоре? Походу, дело посмотрим. А он бизнесмен в прошлом, Почтарев? Да, он бизнесмен. У него заправки, ритуальный сервис. А скажите, пожалуйста, то, что депутаты его не освободили от обязанности председателя, это по закону так? До приговора. До приговора. Много таких было случаев. И более, с марта идет дело, с марта все доказано. Нынче, ноябрь, когда будет суд, никто не знает. Да, он сидит, но скорее всего выйдет на свободу. Позиция заместителя областного прокурора. Ну вспомни позицию генеральной прокуратуры, когда мы с тобой делали передачи, и ни одну, и ни три. По Адамову. Все было доказано. Бывший министр. Да, мы с тобой показывали документы, за что потом его посадили в Швейцарии. Более того, мы с Николаем Дмитриевичем Ковалевым уже не с тобой, слава богу. Вот генералу армии Ковалеву не повезло. Мы проиграли суд Адамову районный. Правда, ни Ковалев, ни я об этом суде, потому что он должен быть, ничего не знали. Мы проиграли суд, когда он находится под следствием. Сам факт, что районная судья решила, что она судья, а районная судья знает больше, чем бывший начальник ФСБ страны, генерал армии, ныне депутат Ковалев. Вот это меня поражало. Кто-то о многом говорит, да. Кстати, применялась определенная технология. Я не раз сталкивался с тем, что обращаешься в прокуратуру с эпизодами преступной деятельности того или иного руководителя. Возьмем того же Адамова. Сколько там было? Около сорока эпизодов? Около сорока эпизодов, доказывающих нарушения со стороны Адамова. Конечно, эти нарушения нужно было доказывать. Что сделала генпрокуратура? Применяется следующая технология. Берутся наименее значимые эпизоды, рассылаются в различные прокуратуры. Районные, городские. Там выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В районных прокуратурах? В результате происходит сбор этих отказов. И говорит, возбуждение уголовного дела отказано. Все это имеет место и счета в зарубежных банках у государственного служащего, бывшего министра, и дома в Пенсильвании, и бизнес в Америке, и квартиры дочери в Швейцарии и так далее. Это все общеизвестные факты, установленные факты. Но мы уже однажды устами первого заместителя генерального прокурора Бирюкова, они написали нам, что на основании для возбуждения уголовного дела нет. Потом переписали слово в слово нашу просьбу о привлечении его к уголовной ответственности в свое постановление об экстрадиции. А Бирюков за такие вещи, ныне отставленный, должен отвечать? Абсолютно. Он должен нести уголовную ответственность за это. Чем интереснее распутываются громкие дела сегодня, та же история с Адамовым, тем чаще возникает одно и то же имя Юрия Бирюков, бывший первый заместитель генерального прокурора. Это не только отказ возбуждения уголовного дела по Адамову, который получили Николай Ковалев и Борис Резник, они комиссию по коррупции тогда возглавляли. Это еще и три кита, мы будем сегодня об этом говорить. Впереди и рассказ Любови Слизки о том, что же на самом деле происходит вокруг нее в последнее время. Много будет сегодня сенсаций. И еще одна страшная сенсация. Возможные убийства нашего с тобой коллеги Юрия Щекочихина. Мы вернемся сейчас к Бирюкову. Именно к Бирюкову. Но сначала то, с чего мы начали наш сегодняшний разговор. Многие руководители областных дум, на самом деле, по факту, это местные олигархи. И интересно, что когда их предприятие проверяет та же счетная палата, или как в Иркутске счетная палата Иркутской области, филиал Большой счетной палаты, как реагирует местная власть? Что происходит журналистами, которые пишут об этих проверках, страшных проверках? Власть тут же начинает прессинговать, и их объявляют чуть ли не врагами родного города Саянска. Было опубликовано место в газете о том, что там такие непорядки выявлены, которые на счетной палате. Поднялся очень большой шум. Там мешали законодательные собрания депутаты. А что, не знали депутаты и жители, что счетная палата там открыла много всяких нарушений? Видимо так. Ну, когда опубликовалось, общественный резонанс появился, а не только специализированные депутатские корреспонденты, которые опубликовали, Ратурданова, фамилия. Угрожали? Да нет, им не угрожали просто, что не патриот нашел в области, поднимая такие вопросы, огласки и все остальное. Воровать этот патриотизм? А говорить о воровстве и предательстве интересов? В революционном процессе, чтобы комбинат, значит, никуда не ушел, остался в Иркутской области. Якобы там люди, которые занимаются этим проблемой, они делают благое дело. Всегда любой, кто пытался говорить правду, становился неудобен и неприятен, потому что в понимании власти и чиновничества он выносит ссор из СБ. То есть считалось, что дело трех китов, даже когда президент лично вмешался в ход расследования и привез, как известно из Питера, независимого следователя, тот же Бирюков мог ничего не бояться. Сергей Зуев, владелец, один из владельцев, не самый главный, как выясняется. Этого магазина «Три кита» слухами Москва полнится. Недавно пытался покончить с собой в камере. Я боюсь, что он до суда не доживет. Но дело трех китов стало столь знаковым, не благодаря, а вопреки. Если разобраться, то дело трех китов достаточно рядовое дело. И тот объем ущерба в виде контрабанды, который был выявлен на фоне многих других контрабандных каналов, выглядит достаточно смехотворно. Для того, чтобы было понятно, я скажу, что на сегодняшний день как минимум 70% внешнеэкономического рынка – это контрабанды. По ряду направлений 90%. Это касается ввоза электроники, бытовой техники, определенных стройматериалов. Почему же дело трех китов стало самым или одним из самых громких дел новейшей эпохи, дел коррупционных? Потому что следствия по делу, журналисты, пытавшиеся разобраться в нем, и депутаты столкнулись с абсолютно беспрецедентной по масштабам стеной сопротивления. Даже после того, как президент лично вмешался в эти обстоятельства и был словно в детективных романах из города на Неве выписан непредвзятый следователь Владимир Владимирович Лоскутов, даже после этого ситуация не сильно изменилась. Никто не знает, зрители программы «Момент истины» будут первыми. Весной этого года Лоскутов был приглашен к своему руководству, а именно к начальнику управления по расследованию особо важных дел Владимиру Лосейко. Ему было предложено прекратить уголовное дело по факту контрабанды. А Лосейко сегодня отстранен от своих обязанностей? Лосейко уволен из органов прокуратуры в рамках очищения как раз под знаком трех китов, и на сегодняшний день он продолжает служить родине в аппарате Министерства юстиции. Там нашли пристанище себе не только Лосейко, но практически все более-менее заметные работники аппарата Генеральной прокуратуры. А кто-то и с повышением. Да, конечно. Полагаю, что расчет был сделан на то, что следователь Лоскутов за эти годы, он ведет расследование по уголовному делу уже более четырех лет, потерял возможность контакта с президентом России, у него не будет возможности выйти на него. Кстати, Лоскутова отговаривали, говорили, что президент давно забыл, интерес к этому делу он потерял, что за четыре года он уже и помнит, не помнит. Тем не менее, Лоскутов пробился таки к президенту Путину и рассказал ему о том предложении, которое было сделано, и о том прессинге, который на себя ощутил. Этот разговор между Лосейко и Лоскутовым состоялся в апреле сего года, и вскоре после этого, я хорошо помню эту цифру, 12 июня, Бирюков подписал постановление о взятии под стражу шестерых фигурантов дела по трём китам, в том числе и господина Зуева. То же самое и Юрий Бирюков, который до этого их защищал. Это означает, что такое постановление он вынужден был подписать не по собственной инициативе. Уровень покровителей был очень и очень высок. Вы знаете, я хотел бы особо отметить Бориса Вячеславовича Грызлова. Он как раз возглавлял Министерство внутренних дел Российской Федерации. Уважение к этому человеку кратно возросло, потому что он в то время называл вещи своими именами, несмотря на то, что ситуация развивалась не в пользу объективного расследования. Ему пришло предписание, возошло возбужденное уголовное дело против Зайцева. Он был министром внутренних дел. Он ему даёт досрочно майора и оставляет следователем по особо важным делам. И пишет письмо в Генеральную прокуратуру, где прямо открытым текстом говорит, что у вас взяли взятку, что вы хотите перевернуть дело с ног на голову. И когда Зайцева осудили, он ему вручил медаль за безупречную службу. Но сейчас Зайцева реабилитирует? Нет. Да почему? Ну мы бьёмся. Пока ещё не принято решение той же Генеральной прокуратуры. Я был зам Генерального прокурора. Новое руководство пришло. Боицы, новое руководство пришло в Генпрокуратуру. И в руках нашего коллеги Саши Хинштейна оказались, скажу мягко, бумаги. Можно предположить, что Юра Щекочихина, зам главного редактора «Новой газеты», замечательный, просто парень замечательный, журналист хороший, его убили. То, что Юру убили, мы в этом не сомневались с первого дня. Вдруг у него токсикация, выпадают волосы, у него лопается кожа, отказывают один за другим внутренние органы. Нам врачи шепнули, первый анализ крови ничего не показал, а второй анализ, более существенный, который был готов уже через некоторое время, он показал, что там определённые отравляющие вещества. Всё-таки нашли отравляющие? Нашли отравляющие вещества. Нам шепнули об этом. В документах ничего этого нет. Значит, исчезает этот анализ из лечебного дела и засекречивает само лечебное дело. Мы пишем бумагу, просим возбудить уголовное дело, проверить тщательно все обстоятельства гибели Юрия Петровича Щекочихина. Приходит за подписью того же Бирюкова отказ, что оснований никаких нет. Всё, он помер своей смертью, он ненасильственный. В твоих руках действительно оказались материалы? Нет. Таких бумаг нет, и быть их не может. То есть есть, собственно, твоё расследование? Есть внутреннее понимание моё и убеждение, что, конечно, смерть Щекочихина – это не результат его внезапно открывшегося заболевания. Кому мешал Щекочихин? Круг этих лиц, он достаточно узок. Количество людей, представителей конкретных структур, способных организовать такого рода ликвидацию с использованием спецсредств, наверное, было совсем немного. Для того, чтобы ввести человеку дозу смертельного спецпрепаратов, большой их сложности не требуется. Это может быть сделано через приёмы им пищи, это может быть сделано через поверхность тех или иных предметов, с которыми соприкасается объект. Что нужно делать здесь – добиваться эсгумации трупа. При этом эксперты, которые будут работу проводить, они должны быть заранее ознакомлены с тем, как действуют спецпрепараты, которыми сегодня располагают российские специальные службы. И именно когда апогея достигла борьба с этим торговым центром и Грантом и так далее, вот в это время всё происходит, а Юра стоял во главе этого расследования. Вы вспомнили ли ты дело Анта? При Горбачёве ещё продажи танков через Новороссийск, дело кооператива Ант. Был там такой Ряшенцев, предполагали, что это бывший полковник КГБ, что дело Анта – это специально, чтобы движение по созданию кооперативов, которые Горбачёв начал скомпрометировать. Точно так же Ряшенцев умер в Лос-Анджелесе лет 10 назад. Химическую формулу яда тогда никто не мог установить. Он с кем-то поужинал. Сначала почки отказали, почки стали спасать, печень отказала. И так человек ушёл на тот свет. Вот мой друг Володя Зельман, профессор в Лос-Анджелесской клинике, очень крупный, говорил, что мы не можем химическую формулу яда установить, какое-то новое средство. Можно, наверное, сказать о том, что в одной из спецслужб пропали три дозы боевого отравляющего вещества. Вот как раз. Ну, куда подевалось это всё дело. Тем более, там были завязаны в деле трёх китов с очень большими звёздами сотрудники Федеральной службы безопасности. Уже бывшие, добавлю я. Уже бывшие. Самое потрясающее для меня, вот это всё как бы не является тайной, да, об этом открыто говорят, обсуждают в компаниях журналистских. Собирается группа, которая представляет парламент, правительство, министры, бывшие министры. Идёт разговор, предложим, о Владе Листьеве. И такая версия, но ведь все же знают, кто его убил. В технике Скуратова написано, да, убийца Листьева после убийства уехал. Сначала на юг, потом за границу. Фамилия не называется, потому что есть презумпция невиновности. Тогда спрашивают, хорошо, но вы назовите фамилию. Не, ну, эту фамилию, знаете, вот это бывший генпрокурор, а мы себе этого позволить не можем. Мы знаем, кто убил, и смешок. И смешок, да. И сегодня Саша Хинштейн убеждён, что дело Щекочехина – дело крайне опасное. Ну, такие примеры есть. Я думаю, что люди, имевшие причастность к ликвидации Щекочехина, понимают, кого я имею в виду. Я также понимаю для себя и другое. Дело в том, что любой, кто попытается приблизиться хотя бы на несколько шагов к тайне гибели Щекочехина, сам станет жертвой такого рода спецпрепаратов. Это абсолютно точно. У меня нет в этом ни малейших сомнений. Позиция Союза, она следующая. Щекочехин, Юра, это наш товарищ, друг. Как и Анна Политковская, в одной они газете работали. И мы собираемся начинать большое журналистское расследование. Я думаю, что назвать, кто это совершил, злодейство, эту грязную месть, это важно не только для журналистов. Это важно для общества, для власти и для президента. Действительно, со смертью Щекочехина связано очень много тайн. Изгумация, изгумация тела. Прекратить либо всякие спекуляции вокруг этой темы, либо все-таки... Не, потому что медицинское дело, да, история Борис не засекречена. Либо все-таки добиться настоящей экспертизы и ответить на все вопросы. Что с вами произошло? Пусть все это пока как знак вопроса повиснет в воздухе. Все вот Богданов и Саша Хинштейн, и Борис Резник. Я думаю, что все-таки истина будет установлена. Что с вами произошло? Вот ваша оценка... Андрей, если позвольте, я сначала... Я бы признательна вам очень за то, что вы в эфир сказали о том, что меня заказали за 300 тысяч долларов. Это мы говорили летом, да, когда возник первый разговор об акции, что в некую пиар-структуру московскую, очень крупную, пришли два молодых человека, которые предложили хозяину этой структуры 300 тысяч долларов за моральное убийство слизки в газетах и журналах. Я полагаю, что тогда вы остановили информационное киллерство, которое готовилось, на какой-то срок. У меня был разговор с одним очень высокопоставленным чиновником из администрации президента, который вначале пытался в этом конфликте помочь. Вы знаете, это заявление о клевете, по которому возбуждено уголовное дело. На те условия, на которых я могла бы забрать заявление из прокуратуры, та часть, которая вовлечена в эту ситуацию, отказалась. Я предложила им извиниться, и потом мы решили бы эту тему. То есть это люди, которые против вас борются? На что мне было сказано, ну смотри, пожалеешь. И я вынуждена была сообщить об этом звонке и своему непосредственному руководителю Борису Вячеславовичу Грызлову. Я об этом позвонила и сказала президенту в этот же день. Это просто угроза. Сейчас идет следствие. Поэтому есть тайна следствия, чтобы было понятно, мы не можем вызвать фамилии, но это была именно угроза. Совсем недавно мне сказали, Слизко, когда ты угомонишься со своим правдоискательством, кому это нужно? Ты подумай хорошо, то у тебя будут проблемы. Звонок был анонимный. Да вас так просто дозвонить, кстати? Да, просто. Представьте себе просто. На мобильный телефон? И потом, в день, когда я была в Санкт-Петербурге на конгрессе соотечественников, в этот день мне сообщили, что ограблена квартира, служебная на Уф Пальма. Были вскрыты замки как дверные, так и сейфовые. Это ведь охраняемая территория, улица Улов и Пальма. Охраняемая. Видеокамеры стоят, круглосуточная охрана, забор. Как оказалось потом, в этот дом вообще можно проникнуть со второго этажа другого подъезда, с лестницы, с черного хода, и никто за это не несет никакого ответа. Что искали эти люди в квартире? Я думаю, то, что повторилось кража у брата с идентичным таким же вариантом вскрытия дверей сейфа, я думаю, что ищут какие-то бумаги. Или какие-то акции, которые, как кому-то казалось, есть у слизистов. Или это продолжение той истории с акциями, которые оценили в 60 миллионов рублей. Но вот я недавно встречалась в Саратове с людьми, заслуживающими доверия, в правоохранительных структурах. Они сказали, что акции такого плана в отношении вас будут продолжаться. Будут ограбления, возможно, вашей служебной дачи в Архангельском, дома матери. Возможно, вашей саратовской квартиры. И, возможно, Любовь Константиновна, если они не найдут то, что ищут у вас, возможно, совершенно другие и трагичные последствия. То есть, вас просто убьют? Да, могут, наверное. Значит, они ищут акции, чтобы снять с вас депутатский мандат? Они по-прежнему... Ищут какие-то акции, надеясь их найти? Я думаю, да. То есть, это не кража в чистом виде? Когда случилась неприятность со мной, брат на второй день прилетел сюда, потому что мы вдвоем, у нас больше никого нет, чтобы как-то успокоить нас. И мы уехали в Саратов к маме. Может быть, они решили, что я эти акции перевезла в Саратов. А, и полезли к брату. И полезли к брату. Но просто в природе их не существует, этих акций. Дело в том, что, вы знаете, мне позвонил один очень когда-то влиятельный в Саратове человек. Ну, он сейчас бизнесмен крупный, живет во Франции. Ты знаешь, нам назвали эту фирму акциями, которой ты якобы владеешь. Что за фирма? Он назвал, как-то она так интересно называется. Он говорит, мы проверили, ее вообще такое нигде не существует. То есть, это просто под тебя сделали заказ. Ищут что-то, за что тебя можно было бы компрометировать. Ты один из самых опытных расследователей, журналистов. Вот у тебя этот рассказ, Слизкий. У меня этот рассказ и многое другое вызывает достаточно тревожные эмоции. То есть, ты предполагаешь, что все так и было? Это же ее предположение, что искали акции, которых нет в природе. Не криминал, это совершенно точно. Могут искать, как документы, касающиеся Слизки, так могут искать и документы, которые касаются кого-то из оппонентов Слизки. Львовка Константиновна ведет борьбу на многих фронтах. Ну да, и она много знает. То, что у нее есть, это, естественно, интересно тем, кто это заказывает. То, что это интересно не криминалу, а политикам, это без вопросов. Ну, по многим публикациям, которые стремительно прошли, можно считать, что люди, к сожалению, журналистского сообщества были к этому готовы. И очень вовремя, слишком подозрительно, вовремя все успели сделать. Такой момент. То, что это действительно провокация. Газета «Твой день» появилась там раньше, чем следователи из Мура. Я спросила у одного из генералов, как так получилось, что еще вас нет, а газетчики уже здесь. Он говорит, они сканируют все наши разговоры. Комментарии излишни. И когда на второй день мы описывали похищенное по коробочкам, и я вспомнила, что где лежало, через два часа на сайте газеты «Твой день» полностью опись похищенного была размещена. Вот вопрос, тайны следствия как соблюдается, как работает милиция. Но есть другой момент во всем этом. Из тревожных симптомов, которые вообще сейчас, предвыборные тучи как бы сгущаются, и тревожный симптом то, что ситуация вполне может быть дальше использована до конца совершенно другими силами. До выборов еще год. Для России это ничто. Вот эта сила может довести дело до, я не хочу об этом говорить, но до самых крайних, скажем, попыток. То есть до убийства, что ли? А, кстати, это уже власть, и это не просто знаковая фигура. А если мы и такое можем, то вообще никто не контролирует ситуацию. Есть информация о том, что великий наш Борис Абрамович, сидя в Лондоне, не оставляет размышлений. Скоро все на Борис Абрамовичем будем списывать. О Родине. Это, кстати, ему очень нравится. Вот почему я не очень хочу об этом говорить. Потому что чем больше его упоминают в этой связи, тем меньше, вроде как, к этому веришь. Все уже привыкли. Если что, валить на Березовского. Раньше была такая поговорка в одном фильме, даже если что, валите на ЦРУ, мы привыкли. Теперь вместо этого Березовский. Ты что, считаешь, что все это так просто не закончится? Я считаю, что история только началась. Кто и как это будет использовать? Вот об этом и речь. Я думаю, отсутствие уверенности у любого из нас, что ты защищен законом, властью, вниманием общества к тебе. Вот мы говорим о доверии к журналистике, которого сегодня нет. Но мы вообще живем в обществе, где нет доверия. Мы не можем доверить свою жизнь никому из сферы обслуживания, врачу. Мы боимся сегодня. Я с недавних пор боюсь с властью в самолетах летать. Господин Валюкаев, возвращаясь из Сочи, в те дни, когда у вас там был свой съезд, с саммита Валюкаев, один из самых высоких руководителей, чиновников, работающих в главном банке страны. Я так и не понял. Все засекреченное оказалось. То ли у его супруги вообще не было билета на самолет, то ли был билет в эконом-класс. А ему очень хотелось, как рассказывали пассажиры, чтобы она летела в бизнес-классе. Скандал в самолете. Чем закончился? Командир корабля отказался лететь в Москву. На несколько часов задержали арест, сорвали его. У Лукаева вывели из самолета, он улетел вместе с Грефом на служебном самолете, вместе с женой. Очевидно, в бизнес-классе. Я, какой день подряд, пытаюсь дозвониться до господина Валюкаева. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прием на Валюкаеву. Добрый день. Канал ТВ-Центр. Программа «Момент истины. Караулов». А я бы с Алексеем Валентиновичем хотел поговорить. Здравствуйте. Алексея Валентиновича нет пока. Он сейчас у нас в Госдуме. В Госдуме. Да, давайте запишу ваши координаты. 9-9. Так, еще раз. Это программа... «Момент истины. Караулов». Андрей Викторович. Хорошо. Буду ждать ваш звонок. До свидания. Вот то, что перезвонят, не сомневаюсь. И отправят в пресс-службу. Вот это 100%, можем поспорить. Но... Чиновник срывает рейс. Этим просто пренебрегают. Все позволено, оказывается. Все позволено. Рейс-самолет, это коридор, это ПВО, все. Что было бы в Америке с этим чиновником? Да. Спасибо за звонок. Вы знаете, да. Ну, я хотела вам сказать, а вы можете набрать телефон нашему начальнику управления? Они занимаются вот со средствами массовой информации. Понимаете, какая вещь? Меня интересует тот дебош в самолете, который устроил Алексей Валентинович. Здесь ваше управление по общественным связям ни при чем. Нет, но... Это вопрос не к управлению, а лично к Улюкаеву. Нет, но через это управление уже к Алексею Валентиновичу проходит. А можно напрямую узнать? Может, он выпивший был? Как-то мне неловко общаться на эту тему с управлением. Ну, я не знаю. Ну, тогда, видите, Алексей Валентинович, он подойдет когда из Госдумы. Да, я просто хотел бы с ним поговорить. Меня интересует только эпизод в самолете, когда фактически он сорвал рейс Москва-Сочи. Хорошо, ладно. Спасибо вам большое. До свидания. Я думаю, это не просто вопрос этики, культуры человека. У меня представление о нем не вяжется с этим образом по одной простой причине. Он пишет нежные романтические стихи Улюкаев. Если он такой сотворил, то где истинный Улюкаев? Потому что у него в жене такая и в стихах любовь, и в бизнес-классе любовь. Если это так, это вызывает много вопросов. Вот это жутковато, понимаешь? То есть о спесе сколько? А дозвониться невозможно. Вот стоит у меня вертушка, да? Ведь ни один начальник... Сам не берет трубку. Сам не берет. Секретарь. Кто вы? Да что вы? А вы позвоните сначала помощнику. И приходится беспокоить вышестоящих начальников, потому что с ними легче. С каким-то замминистром. С вами виноваты? Да виноваты они. Виноваты. Он должен публично снять голову и показать всему своему ведомству. И тогда, понимая волю начальника, большой начальник повелел. И тогда изменится в корне все отношения. Дело в том, что когда ты говоришь, что мы уверены, что президент защитит, для того, чтобы президент имел все средства и ресурсы, он должен вовремя знать об опасностях, которые возникают. Он должен вовремя иметь информацию. То, о чем мы говорили сегодня, следователь Лоскутов пришел к Путину. И легко дозвонился до Путина. До президента страны, чтобы было понятно, иной раз легче дозвонить, чем до какого-нибудь Кудрина. Намного легче, поверь мне, я знаю, что ты говоришь. Лоскутов сделал свое дело, ему удалось. Но, согласись, ситуация не очень нормальна, когда все зависит от того, успеешь ты дозвониться президенту, сможешь или не сможешь. А это уже зависит от нас. Недели три назад, четыре, может быть, был в нашей программе сюжет об уникальном уголовном деле. Опять фамилия Юрий Беряков, как я предполагаю, где-то здесь за кадром. Тольятти Азот. Лаком и кусочком производят 15% минеральных удобрений на планете. 15% от мирового рынка. Все Тольятти Азот. Кто-то очень захотел иметь Тольятти Азот в своей собственности. Как уголовное дело? Несколько попыток рейдерских. Захватить комбинат в Тольятти. Пресс-секретарь компании Тольятти Азот, он работает полгода всего. Наш коллега, журналист в этой компании. У него уголовное дело. За что? За то, что он отказался отвечать на вопросы следователя. Будь внимателен, пожалуйста. Это первое уголовное дело такого рода в стране. Относительно событий, имевших место в компании Тольятти Азот в 99-м году и раньше. Парень там работает всего полгода. В этот момент ни к Тольятти Азот, ни к самому городу Тольятти не имел вообще совершенно никакого отношения. В том, что в Тольятти Азот раньше не работали, так что ли? Я не знаю, в чем моя вина здесь. А как формулируется обвинение против вас? То, что по статье 308 за отказ от дачи показаний. После большого сюжета ничего нет. То есть до президента никто не дозвонился? Ну да, в том числе и да. А что если? Это не сам следователь, я предполагаю, генерала делают. Не сам этот парень, который ведет следствие, придумал такое. Ну, надо признать, что вот такие выверты и искривления, конечно, на местах допускаются. Но мне трудно прокомментировать это дело. Это не на местах, это Москва. А поинтересуйтесь, пожалуйста, у вас старший министр сегодня. Запросите. Я обещаю, что это будет сделано. Или наглость. Такова, как будто нет нового генерального прокурора, нет дела трех китов. Привычка к наглости. Нам все позволено. Нам все позволено. У нас погоны. Да, да. Уголовное дело возбуждено за отказ свидетельств против самого себя. Это, в общем-то, конституционное право каждого человека. Уголовное дело против конституции. Фактически здесь грубо нарушается конституционное право. Здравствуйте. Алексей Васильевич. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, короткое интервью по телефону. О чем? Следователь Шамин. Уголовное дело против господина Игоря Вышунова. Пресс-секретарь компании «Тольятти Азот». Уникальное уголовное дело, которое расследует Следственный комитет при МВД России. Ваш комитет. Насколько я знаю, следственный комитет, его возбудил следователь Шамин, но расследуем не мы. Да слава богу, молодцы, хоть это догадались, не делались. Дали по подследственности. А как могли возбудить уголовное дело за отказ человека свидетельствовать против себя самого? Вот можете пояснить? Значит, я, насколько знаю материалы этого дела, никто против него самого его не спрашивал. Потому что дело не в оцене него, и вопросы ему задавали, касающиеся не его лично. Алексей Васильевич, у полковника юстиции Аничина неверная информация. Вас либо ввели в заблуждение, либо подставили. Да нет. Это уголовное дело против парня, против него лично. Нет, это уголовное... Человек работает, можно я вам расскажу? Человек работает в компании Тольятти Азот всего полгода, а следователь Шамин спрашивал его о событиях конца 90-х годов. Парень поясняет, я там недавно, в Тольятти не жил в 90-е годы, в компании не работал. За это он получает уголовное дело, за отказ сотрудничать со следствием. Ну вот вы состыкуете сами объяснение этого парня, если его спрашивают о событиях, которые его не касаются... Абсолютно, 90-е годы. Да, как это могло быть, это о нём спрашивают. Так это я хочу у вас спросить, это же ваш подчинённый товарищ Шамин, Сергей Александрович, такие вопросы задаёт. Нет, товарищ Шамин может задать любой вопрос. Но как можно расценивать вопросы о событиях, не имеющих к человеку отношения, как свидетельствовать против себя? Алексей Васильевич, мы журналисты. Комитет по безопасности Государственной Думы. Генерал-полковник Васильев, сейчас всё это поставили на свой личный контроль. То дело, которое господин Шамин, видимо, за вашей спиной возбудил, просто вы не в курсе, как выясняется. Это действительно беспрецедентная вещь, это уголовное дело против Конституции России. Разговариваете со мной уже с готовой позиции, то, простите, зачем вам мои ответы? Мы не один сюжет сделали на эту тему. Несколько статей в газетах, реакции Следственного комитета как не было, так и нет. Я попрошу министра включиться в это дело, потому что нам важно понять, что происходит у вас в комитете. У нас в комитете что-то происходит? Конечно. Уникальное уголовное дело. У всех, что называется, волосы на голове встали. У ваших бывших коллег, в том числе и генерала армии, генерала полковника. Ныне депутата. Ну что вы от это хотите? Я не знаю. Да как такое могло быть? Хочу, чтобы вы объяснили, что происходит, правда это или неправда, и какова реакция руководителя комитета. Руководителя комитета абсолютно нормальная реакция. То есть все делается по закону? Абсолютно. Спасибо вам большое. Здорово.